всем привет всем привет поздравляем вас с наступающим новым годом 2020 и желаем всем только одного будь здоровы здоровье самое главное все остальное это действительно к сожалению это такая заезженная фраза будьте здоровы и понимаешь это только с возрастом мягко говоря да с годами начинаешь понимать что в принципе другого и желать всего уже нет смысла главное чтобы люди были здоровы и птицы ваши были здоровы и кто бы вас там не жил тоже все будут здоровы родные близкие семьи да безусловно потому что здоровье нашей семьи это и есть наше счастье вот поэтому всех обнимаем всех поздравляем самыми наилучшими теплыми пожеланиями и поговорим сегодня о чем курок опять у нас уж когда поговорим давай какие ошибки мы сделали уже наш период недолгие общения с сушками и от которых мы хотели бы у вас оградить да есть такое дело как только мы когда мы начинали еще только думали о том каких кур нам стоит завести мы учили всевозможные справочники читали по описанию пород мы выбирали для себя породы и соответственно для несушек первая основная для нас была характеристика это яйца и значит остановили мы свой выбор на нескольких породах на четырех амироукана карликовый горн мини мясная да у нас сразу одновременно по-моему они все появились и загорская лососёвая и сиденья 6 представляет в этом ошибка это первое и стратегическая мягко говоря ошибка конечно же сейчас мы бы советовали новичкам или сами себе в первую очередь и сами привозим свое хозяйство потому чтобы выбирать буквально две породы вина за три максимум во первых у вас явно у начинающих птицеводов нет столько мест для достойного содержания особенно в зимний период птицы в разных вольях ну мало кто начинает свое свое птицеводческую деятельность но пить играть это будет больше актуально для тех кто хочет купационное яйцо продавать то есть вы имеете ввиду что вам для каждой семьи нужно иметь отдельное помещение или в одном помещении разделить несколько семей чтобы они могли там автономно обитать то есть если вы даже инкубационное яйцо будете продавать да и на это берете птицу то все равно я бы наверное больше трех это тяжело даже две а вообще в идеале одну одну редкую какую-то дали на какое какая вот вам по нраву там какой нету в окружении вашим вашей местности что-то такое вообще в идеале да вот я и говорю надо вообще одну породу вот определиться с одной породой вас который устраивает не только ее держать согласно но новички боятся промахнуться да как вы тоже да мы читали там да но и правильно боялись в общем потому что когда заводишь какую-то породу для тебя открываются те характеристики которые не прописаны у тебя в справочниках то есть ты можешь не знать какая-то дикая окажется какая-то летучая там да у меня не облуд сумасшедшая там какая-нибудь да ну то есть не все они все в описании как можно прочитать но тут еще есть личные характеристики каждой курицы но это отдельно уже об этом не оговорились выбрали вы будем считать две породы если вы считаете что управление вашей деятельности птицеводческой будет в сторону инкубационного яйца я бы изначально собиралась разные две семьи разными да то есть чтобы у вас были разные семьи и тогда это будет яйцо в ассортименте что называется тогда вы сможете избежать изначально эмбридинга как в своем хозяйстве так и продавать инкубационное яйцо двух семей это ценно то есть сразу люди могут у вас приобрести петушка допустим и курочек в свое хозяйство яйцами покупая с одной семьи купили с другой неродственные неродственные понимаете это очень большой плюс чтобы люди могли понимать что приедет приехав к вам в хозяйство и взяв у вас яйцо они могут заведомо больше не кататься нигде ничего не сказать это классно здорово почему две там семьи и не более потому что закладывая яйца наша вторая ошибка мы купили всех есть что называется по 20 штук а то и по 10 видео но вот вы представляете себе то есть вы как люди надеющиеся на идеальный исход ситуации купили по 20 яиц и заложили их в инкубатор у нас получился целый инкубатор в общем и из 20 из каждой породы вывелось будем говорить в среднем давайте 15 цыплят из 15 цыплят вы должны понимать что вы можете там пару потерять например в какой-то ситуации породная птица породная птица гораздо меньше как бы подвержена у нее нет такого падежа да у цыплят она более выносливая но при этом все нужно это учитывать так или иначе 15 минус 2 у вас получилось 13 цыплят из 13 цыплят по закону подлости 7 будет петухов и 6 курочек 7 петухов вы посадите на откорм 6 из них можете всех 7 посадить на откорм потом выберите петушка который будет нужен вам из 6 остается курочек вот у вас из 27 яиц получилась одна маленькая небольшая семья из 6 кур может одна предположим по какой-то личной индивидуальной причине не нестись правильно и их осталось 5 и как тут не крути на 2 семьи вы не сможете их разделить даже если они изначально у вас были из разных разных семей то есть у вас вот эти 20 из было сборкой но сделать из них что-то серьезное что-то как бизнес-единицу вы не сможете у вас не получится у вас получится одна маленькая семья конкретной породы и это снова идеальный расклад то есть не дай бог что-то с петушками или вылупится там больше петухов у останется 3 курицы и 10 петухов сами понимаете это никто из нас познать не может правильно это бывает это вот такая еще одна ошибка да еще момент если вы берете я для своего хозяйства учтите что яичных пород петухов вы не сможете потом продать на мясо на душе они все равно будут как перепелки они не будут вид иметь такой мясной нет есть любители но это единицы единицы то есть если вы допустим берете кучинку породу как породу кучинка это кучинка она у вас и в четыре с половиной месяца петушок будет очень хорошая лигорнов я сейчас сразу убираю петухов я не горного это ты карликовый горный они мелкие их корме не корме они все равно будут до килограмма . ну я имею ввиду в приличном возрасте там съедаемом возрасте и чтобы ваши петушки не были утилизированы сразу как многие хозяйства делают именно так покупают по породы как называется ауто секс носит заборского сосевая например у нас одна из таких пород по петушкам и курочкам в формате цыпленка уже видно пол по разному оперению по разному цвету куха у кучинок тоже признаки но мы очень сложно это определить поэтому мы не рискуем с кучинкой всех оставляем тем более что петухи на мясо уходят то есть эта порода удачная еще и тем также он совсем дал сосевый вот отлично в этом плане вы сразу знаете а мы покупатели знают они то с покупателями цыплят здесь все просто обычно нет без разбора продаются но когда у вас ауто сексная порода там никак вы не можете без разбора продавать человек видит то есть оговаривается зарану ауто секс на тебе тоже как получается теряешь на яйце половину зато ты потом не кормишь и не корми даже самого нуля или кормишь на откорме уже знаю это будет мясо продаваться до птицы которая откармливается на мясо и птицы которые откармливаются на яйцо для разной птицы тоже одна из мне кажется ошибок новичков такая бывает когда вы ко всех цыпляточек содержите вместе до определенного возраста это наверное возраст это месяц два месяца реально иди курчиками и петушков нет я мне кажется что если позволяет опыт или сама птица различить их по полу чем раньше тем лучше я вот вижу я где-то полтора месяца и месяца полтора да я даже пускается ошибка я петухов сразу отсаживаю там на другой несколько рацион на откорме причина этого этой рассадки еще заключается в том что курочек мы с вами которые не на откорма на яйцо так сильно не кормим курочки склонны к зажиреть из младенчества что называется как только цыплятки выросли на грамм до 400 до курочка курочек перестают так интенсивно кормить то есть у них должен быть нормальный понятный распорядок и объем пищи они должны потреблять согласно своему возрасту на самом деле мы не придерживаемся таких вот прям четких рамок где-то мы не с весами к у нас до полутора месяцев они в любом случае имеют пищу практически постоянно да а вот уже где-то ближе к двум с двух уже начинаем начинать кормить вот так дозировал утром наверно до дозирую то есть вечером и утром вот и мы смотрим обязательно за витаминным составом корма то есть витамины никогда не пренебрегайте цыплятки изначально должны получать обязательно потому что впоследствии эти птички могут быть они могут на ноги упасть они могут не не занестись в срок когда это требуется у них может быть там плохое оперение склонность к расклевом на этой основе и много-много всяких других сложностей то есть если вы хотите качественную птицу вырастить вам не получится ее кормить там какой-то дробленкой дробленой пшеницей да и все на этом то есть все равно нужно тратиться на хорошие корма соответственно витамины а вот в зимний период мы подращиваем зимой получается да то допустим аквадетрим у нас постоянно в курятке находится потому что света мало вы сами видите какая погода месяц уже на солнце мы не видим да мы птица тоже страдает а без витамина d не устраивается кальций отсюда проблемы с опорно-двигательным аппаратом там она на ноги может падать и так далее причем вы можете к выкормить ее до 4 месяцев она в 4 месяца грофнется на лапу и все и в лучшем случае если случится вдруг у вас это наше понятие чтобы лучше чтобы вы не опозорились перед покупателями которым продадите ее и она может упасть у них на ноги птица должна быть крепкой особенно с точки зрения кальция костей кость кость у нее у не стоит с костями у нее с костями должно быть все хорошо мягко но не зажиревшие вы продадите красивую курицу все попа круглая вся вперед такая вся хорошая и зажиревшие очень сложно с этим бороться не знаю молотка может может конечно саша да 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 и они изначально портится вот так вот птица портится но да снисушка на на ее лучше не докормить чем перекормить не сушечку не докармливаешь но витамины у нее есть всегда вот этот прямо золотое будет правило когда у вас будет суперкурочка если есть возможность вот как у нас допустим мы и траву заказ заготавливаем с лета и крапиву на крапиву не особо они честно говоря едят 28 декабря мы можем еще нарвать траву на улице лук да вот эти все вещи проращиваем пшеницу и когда не подрастает даем в виде витамина b группа витаминов это витамина группа b мы даем еще пророченную пшеницу вообще зерно пророчено я имею ввиду не ростки а зерно проклюнувшиеся с хвостичком они очень любят еще вам лайфхак лайфхак если вы сажаете лук порей он лежит очень хорошо хранится зимой вы можете это делать даже исключительно думая о том своем потомстве которые будете разводить лук очень полезен любом виде и еще лук порей это большая зеленая масса достаточно большая это то что вместе с витамином d аквадатрием в воде дает офигенный эффект лета что называется и все и ваша птичка будет очень здоровая хорошая крепкая будет улыбаться увидите что такое куриная улыбка и будет хорошая перо она не будет зажиревший потому что зелень сами понимаете она нам всем полезно не только птички но птички в особенности поэтому малышей своих заранее изучаем как мы их кормим и как мы их растим ребят это важный момент что я не было сложно периодически я устраиваю вечеринки добавляем пшено с самогоном это профилактика респираторных заболеваний для тех кто считает что все эти народные старые дедушкины методы они не действуют или еще что давайте так вы можете в это верить и можете в это не верить но сделать это совсем не сложно понимаете поэтому мы сделали и все не забываем дрожжи кормовые в данном случае кормовые мы говорим да кормовым дрожжам мы не использовали хлевопекарные дрожжи никогда не видим если есть где купить кормовые еще они дешевле ракушка мел это по поводу пропоек давайте начнем свой опыт рассказываем когда мы брали птицу с кинофонда там сами знаете отзывы разные есть да и много негативных что люди теряли птицу мы изучили вопрос идеи пропоили короче первоначально у нас антибиотик энрофлоном да хотя как я сейчас понимаю байтрил энрофлон у них там одно действующее вещество неправильно по и птицу в начальном этапе есть такое мнение вот нужно другие антибиотики применять какие а почему и дожди какие я не помню и сейчас как бы темы с антибиотиками для нас не актуально мы сейчас вообще никак не пропали и цеплят мне при и поэтому я не могу вам сказать какое нужно но это можно узнать в интернете соответственно вот сейчас мы свою птицу которая от нашего до поголовья молодняк не пропаиваем я скажу даже что я от коксидиоза вот эту партию не пропаиваю я не вижу сейчас никаких признаков этого заболевания да на своей птице поэтому не думаю что для меня это актуально потому как постилка у них была свежая как бы заразиться она откуда могла в яйце могла бы могла быть это зараза да но птица от которого мы собирали это яйцо тоже коксидиозом она является прямой переносчиком возможно но в открытой форме не болел я не замечал в общем я слежу за пометом и пока как-то диастатик не давал может быть вот наша сколько два с половиной месяца 2 с половиной месяцев может быть я дам я понаблюдаю короче говоря кстати не про потери я лучше не буду говорить новичкам говорю если вы первый раз все будете делать четко по написанным инструкциям в книжках ничего страшного не будет вы будете молодец вы потом для себя определитесь и решите от чего вы можете отказаться от чего нет на уровне даже вашей чуйки то есть вы будете это как будто знаете ощущать сами что да можно вот этого вот не делать вот это можно избежать а вот это можно а вот это нужно сделать и очень это важно для каждого хозяйства особен индивидуальный фон фон заболеваний если вы держите птицу на новом месте первый раз то у вас чистый курятник однозначно чистый без всяких возможных рисков но учтите риск принесения заразы с яйцом это очень важно вот пока ты коснулся этой темы хочу добавить что у нас птица пока не вакцинируются но я понимаю так что можно совершить фатальную ошибку было на раннем стадии и в нашем случае я знаю а значит что это особенно важно новичкам иметь в виду об этом мало кто особо говорит я почему сказал пока не вакцинируем потому что как говорится от тюрьмы сумы и заболеваний кур не зарекайся потому что мы могли сами занести себе в наше хозяйство заразу и все и мы в принципе начали бы вакцинировать руку эту птицу самого нашего начала птицеводства но нам повезло просто повезло пока мы на тот момент особо не знали этот вопрос вот но мы пока не вакцинируем нашу птицу потому что у нас надеюсь что это будет как можно дольше нет заразы такой которая бы требовала эту вакцинацию но сразу оговорюсь вам я вот допустим на рынок заходил тут как туда посмотрел на птицу ну конечно там просто пипец бледные гребни какая-то вся никакая спрашиваю у вас птица вакцинированная я просто отступлю сейчас они куда конечно вакцинированы и вот и мы с леной раньше задумывались ехать на рынок продавать птицу наверное мы не будем этого делать потому что стоит привезти туда свой молодняк и обратно ты уже неизвестно какие болячки вернешь уже свое хозяйство то что там все вот так вот рядом да я к чему говорю что вы можете сразу купив привитую птицу привести ее в хозяйство и заболевание то у вас там уже поселиться заразив вашу другую если она есть не привитую птицу то есть все и вот это как свежий ком и пипец и либо заканчивать птицеводством лет там не знаю насколько да у нас но я утрирую на какое-то время чтобы это все у каждого заболевание разный строго да все ушло либо уже вы будете вакцинировать всю но вновь появившуюся в вашем хозяйстве птицу я так понимаю это у нас не было стычек таких в нашем хозяйстве поэтому мы не изучали этот вопрос слишком глубоко но есть вот такая информация у нас учтите что это бывает но мы столкнулись с петухом помнишь с петухом и курами мы отдали в хозяйство где птица привита было и ребят мы честно говоря с сансации со стыда уже сгорели пару раз это почему нет мы сначала думали переживали а потом оказалось что у них есть в хозяйстве привитые птицы у них нет не привитый птиц да вся птица при этом появилась у них по моему ну короче тут не в том общем а теперь мы сразу говорим всем если у вас есть привитые птицы ту наши птицы не для вас не подходит вот так что вот так причем там курица одна просто ногу сломала не факт что она бы не пережила видимо какую-то инфекцию 1 однозначно выжила и все у нее нормально она несется одна птица и петух вот три курочки петух в итоге были отданы петух и курица ладно отступили давай заканчиваю длинный ролик чтобы что основные моменты значит количество яйца определиться с породой немного пород лучше немного пород брать вот молодняк подращивать курицы чтобы не зажирели а петушок петушков отсаживать максимально рано чтобы можно было их посадить на отдельное питание нет если вам не принципиально вы не хотите их есть вы можете оставить стадии потом просто петуха самого там или два петуха лучше несколько держать у нас не было за все время случая чтобы мы лишились какого-то петуха но это возможно поэтому мы вот как дурачки с собой держим четырех амируканов вопрос красивой птицы жалко его забивать да у нас были все эти вот два года лососёвых несколько и кучинских три петуха вот только убрали оставили по одному уже решили так что если с ним что-то случится потому что инкубационным яйцом мы не будем специализироваться скорее всего на нем потому что не видим особого смысла в его продаже вот и нашем регионе это не сверх востребованная зона поеда надо какую-то да эксклюзивную породу импортную может быть да и это самое иначе иностранное яйцо дачи это с франции очень хорошие берется с хозяйств французских вот и тогда да а так это чисто для яйца пищевого вот потом еще вот мы уже ролик выпускали мы сейчас для себя решили предпочтение отдать курам которые несут белые яйца нам кажется это может быть субъективно что яйцо белое вкуснее чем кремовое там и вот голубое нам нравится но у нас есть амирукана вот как но снова ждать что у вас голубое яйцо атоме раукана будет также часто появляться как и белое от лигорнов не нужно лигорны в этом смысле более подходящий порода и по климатическим условиям нашим до более они выносливые и у них безусловно вы вовсе нос или горны вообще как не сушка супер вот у них есть большой минус они белые все белоперы птицы они склонны к расклёву вот это да но с этим можно бороться как бы да и главное вот что это чтобы птица 1 возрастная была вот с белой птицы вот это принципиально вы не сможете подсадить туда не может ему можно быть тяжело короче говоря без жертв не то есть если у вас белоперая птица нужно стремиться к тому чтобы вы сформировали семью с самого начала и никого туда больше не добавляли вот вот так с другими породами это не так критично как с белопера это наше наблюдение возможно что в других породах тоже есть такая проблема но вот в нашем хозяйстве так проблема расклёва молодняка обратите на это особое внимание до того как у вас начнутся проблемы как с этим в наше наблюдение мне кажется очень важно даже наверное пока на данный момент я вижу это первопричина это яркий свет освещение да не корм а вот именно яркий свет корм можно рассматривать когда у вас вот уже птицы свет а расклёв допустим пожар значит вы думаете да но вот первая причина насколько я вот наблюдаю за птицей это яркий свет основная поэтому я использую лампы диодные есть на 1 ватт их можно найти в продаже редко но можно там зеленые вот они на рекламные щиты используются вот знаете вот эти вывески все зеленого цвета в основном да я беру еще момент с молодняком и с расклёвом получается такая ситуация если у вас свет не яркий и расклёв пошел значит вам нужно второй пункт вы можете им припаять чуть-чуть клюв убрать они уже выросли когда птицы начинают сарарской когда у них какая-то нервная ситуация то есть они нервничают все суетятся и давай друг друга потихонечку подшлюпывать или когда у них меняется перо вырастает вот эта ювенальная ленька начинается тычки выдрали кровь и пошла дальше в зеленом свете какой плюс этого не видно на птиц при зеленом свете кровь кажется черной и они не видят это вот перо разноцветные там все и не начинают друг друга долбить клевые это может быть варварский метод кому-то покажется но это действительно но птица и говорит это единственное что работает на птице да и он про человеку с тысячами голов голов птиц я думаю что грубо говоря глупо не верить не подрезка а именно извините паяльник то есть чуть-чуть прижигает подрость подрезками кажется травма опасным ну там и подрезать можно извините больше на паяльничком аккуратненько взял эту тему изучайте отдельно потому что это не чтобы у вас и курица дудка была такая и это мешало ему кстати говоря у курицы дудка как ты говоришь на курицах из птицефабрик смотрите видео вам страшно станет у них клюв ну просто половина наверное от клюва вот настолько белые не сушки вот мы видели лигорнов там декалбов наверное у них прям клювы на половину наверно до при 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 это прижигают такого на наш взгляд нет необходимости такой да вы следите вы свою курочку видите постоянно вот в плане средств от намазать намазать чем мне очень понравился алюми спрей ребят дело то что все хорошо баллон подрести и пшикнуть он моментально становится пленкой серебристой моментально то есть он даже приостанавливает кровь как-то у него вы сразу прям пленочкой покрываете все это залечивается все птица края не видит цвет крови и она смотрит но серые серые все и все серые и все хорошо все серые мы асд-3 применяли березовый деготь это так это чисто чтобы птицы неприятно было но он да и березовый деготь все равно через него протекает кровь дальше асд неплохое тоже средство но в плане удобства алюми спрей сейчас надо на первом месте баллон ничего не надо я еще купил я еще купил какой-то тип этот йод да или брызгалка это вот короче даже операции животных вот эти швы обрабатывает все такое брызгалка йод очень хорошо в плане лечения залечивания но она как вода и не высыхает сразу то есть вот вы набрызгали какое-то там место допустим но она все равно будет кровить и все равно будет если что подвергаться вот этим вот расклевал а этот вот алюми спрей очень хороший мне очень понравился еще на купить закажем ладно давай заканчивать слушай все хочется хочется вам даже сюда донести петухи не торопитесь убирать петухов на откорме смотрите вы выбираете петуха для породы ну допустим да вы оставляете петушка чтобы у него было все по породе идеально ножки чтобы он ходил ровно хвостик если вам нравится этот петух а не нравится этот но у этого белое перо допустим хвости а это не по породе выбираем по породе не всегда я считаю надо выбирать самого крупного никогда не надо выбирать самого крупного ну не то что никогда если по породе вот он есть там если мясная мясо лично средничок ближе к большому но самый большой я бы не стал да мы тоже сейчас мы как-то оставляли кучинского самого большого он большой на бестолковый как говорится кур там чуть ли не ломает общем короче ну они бывают и пережирали тоже их петухов на откорме на для племя тоже так не кормят на убой что называется то есть они будут жиржиреть короче нужно стройного мужчину который полностью соответствует породе брать и не торопитесь а то можно вырезать и остаться с одним петухом а он начнет там хромать или еще что-то или у него там неровный гребень будет или еще оставляйте 2 петушка оставляйте 2 если они вместе и дружно нормально они даже с семьей могут хорошо жить для хорошего плода оставляем на одного петуха при крупной породе мясной большой породе 3-4 курицы на одного петуха при мелкой породе карликовый лигорн карликовый лигорн это один петух может быть до 10 кур обслуживаться да вот карликовый лигорн это такой он и для и 20 мне кажется можно сказать настоящий у кавалер вот очень мой матч хорошая литература лёгенький ну короче он очень нравится курочкам обычно вот учтите это сколько у вас курочек и сколько петушков вам нужно оставить запасного одного имеем всегда то значит петушка своем хозяйстве но это необязательные условия для тех кто вот не делал как бы просто не делали для своим бизнесом инкубационное яйцо как вот ему до такого человека в сезон без петуха остаться это вилла вообще короче а так вот мы тоже держали я говорю но отказались сейчас туками рука на тоже красивые все остальных у нас по одному петуху одному петуши для нас не критично если не будет петуха наплевать на него короче да но и еще момент петухов меняют обычно тоже бывает вот то есть если все в них меня это менять именно петуха хопс другого себе вывели из другого здесь еще раз не забывайте пункт ниже который мы уже озвучили что птица если у вас не привиты привезете привитую и начнется или больно то есть карантин обязательно минимум две недели мне так кажется для карантина лучше а лучше подольше подсадить своего ненужного петуха к тому которого вы привезли и смотреть что с ним будет но опять отдельное помещение отдельное помещение то есть в карантин вы добавляете свою птицу которую готовы психологически потерять и смотрите что происходит это лучший способ карантина и вы в течение двух недель наблюдаете все хорошо и у вас первая мысль что да может быть и можно в стадо допустить но снова попробуйте не допускать во все если у вас есть отдельная какая-то зона территория попробуйте соединить еще с какими-то вдруг у вашего петушка вот этого подопытного очень сильный иммунитет и он все что угодно вытерпит на себе есть варианты такие но сразу купить птицу в чужом хозяйстве и запустить к себе это прямо очень рискованно вот как мы пришли какому знаменателю с Леной Лена все время пытается что-нибудь в хозяйство у кого-нибудь взять красивенькое да нет это табу на это короче говоря из яйца вот есть шанс все равно что-нибудь привезти с лимонеллы на какашке да но это меньше все равно вероятность чем уже готовы птицу привезете поэтому мы свое хозяйство берем только яйцо если нам нужен петух мы его выведем из яйца потеряем полгода но только так вот короче говоря мы делаем сейчас на данный момент мы пока не связывались ни с какими новыми птицами которые нужно подсаживать на карантин на карантин нам особо некуда сажать нас нет места для карантина вот такого чтобы готовый был вот это что касается курни сушек мы многое не сказали но если есть вопрос пишите это еще одно видео запишем если мы знаем мы за стараемся тогда подсказать вам то что мы знаем если мы в чем-то заблуждаемся ребят тоже пишите пишите может это будет тема для нашего дальнейшего допустим тема для по вакцинации для нас до конца не ясна правильно ли мы ее изложили вот в нашем понимании или нет мы вот так и до конца сто процентов не понимаем вакцины то есть разные да и живые есть неживые есть ослабленные дорогие вот эти хорошие вакцины вот тут вопрос тоже такой есть вакцины в пропойках есть вакцины в инъекциях да это тоже разные может по-разному вакцинированная птица ведет себя также по-разному тихо теоретически если вакцина убитая да нет вируса то и птица ваша будет и вакцинирована и в то же время не иметь нас не быть носителем заболевания не иметь заразы этой все равно в себе ее тогда можно по идее объединять с в общее в общее племя в общее стадо с не вакцинированной птицы вот поэтому тут тоже есть во множество вопросов с вакцинами если хозяйство большое огромное и там там не может быть не вакцинированной птицы у нас большого сразу говорим если много птицы скорее всего не получится и конечно тем кто продает молодых несушек и так далее конечно им лучше выгоднее вакцинировать птицу потому что они свое имя защитят если они пошлют в хозяйство а там окажется вакцинирована погибнет да то вам претензии предъявят вам никого не убедит то что у меня птица не вакцинирована вас вакцинированная сдохла хорошо уж наоборот да у нас другая ситуация мы можем не такие объемы да и мы можем людей просто предупреждать у нас птицы не вакцинированы если у вас другая птица есть то имейте это в виду да ну и наша птица сама по себе она не какая-то не элитная не сверх дорогая мы не говорим о том что у нас там супер мупер породы генофонд да в общем в основном помимо амираукана это все остальное я не скажу что я не боюсь потерять свое стадо конечно боюсь конечно если вы потеряете под ноль все это еще год наработки не сушка после первой леньки правильные леньки не ювенальные виду начинает нести нормальное крупное яйцо если вы продаете яйцо вам нужно чтобы ваша птица была после первой же леньки а это уже не шести даже месячный цыпленок понимает то есть она начинает нестись и она несется там дальше по породам 3-4 месяца а то и полгода короче ленька как рубеж получается она полиняла все и она взрослая дама и у нее яичко уже приличное все а вот такие вот перепелиные соответственно продавать вы пока вы будете кушать и мы продаем дешевле или там двадцать или едим сами не десятка двадцать за те же деньги молоденькое яйцо ничего плохого все не как просто размер мельчий все ничего там нет такого вот и 15 чего 15 мы маленькой 15 чтобы продавали по цене я уменьшала цену в основном то есть ячейки такой аккуратно 10 в любом случае просто продаешь там по 70 рублей десяток они по 100 и благополучно все берут нормально вот поэтому будьте внимательны и осторожны и мы желаем вам успехов если у вас есть вопросы пишите а так с новым годом и всего на лучшего дети я вам желаю нового погода нового сока рада